Амшик Шара Как прошли учения МЧС, где были отработаны действия по ликвидации последствий схода лавины? Ответы в нашем выпуске. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Абхазии претендовал памятку для родителей и педагогов. В Питсунде начал свою работу конкурс «Пленер Самшитовая роща». К участию в «Пленеры» приглашены 270 педагогов и учеников из России и Абхазии. В селе Тамыш завершился ежегодный международный шахматный турнир «Абхазия-Тамыш-Вилледж-2023». В Москве состоялась встреча президента Аслана Бжаня с первым заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургальевым. Как сообщает пресс-служба главы государства, обсуждались вопросы актуальной повестки и двустороннего Абхаза российского сотрудничества в сфере безопасности. В графике рабочей поездки президента Абхазии запланированы встречи с рядом официальных лиц Российской Федерации. Президент Аслан Бжаня подписал указы о присвоении очередных воинских званий. Председателю службы госбезопасности полковнику Роберту Киут и начальнику Государственной службы охраны полковнику Дмитрию Дбар присвоены очередные воинские звания генерал-майор. Министру внутренних дел, полковнику милиции Вальтуру Бутба присвоено очередное специальное звание генерал-майор милиции. Состоялось очередное заседание республиканского штаба по противодействию незаконной добычи криптовалют под руководством премьер-министра Александра Анкваб. Были обсуждены промежуточные результаты по пресечению незаконного потребления электроэнергии. Благодаря принятым мерам за последние две недели удалось снизить нагрузку на электросеть, но за прошедшие три дня показатели потребления электроэнергии вновь возросли. В связи с этим принято решение продолжить мероприятие в районах и городах по демонтажу незаконно установленных трансформаторов с участием РУП Черноморэнерго госстандарта при поддержке МВД, СГБ и местных администраций. С 13 по 19 февраля сотрудниками Центрального аппарата МВД совместно с сотрудниками территориальных подразделений органов внутренних дел на территории республики обнаружено и изъято 67 аппаратов по добыче криптовалют. В Сухумис в складском помещении у гражданина Гусейнова Эрика Жоржевича обнаружены три аппарата. В селе Гумиста выявлена одна ферма, принадлежащая ЖИБа Тимуру Пимлановичу. Изъято 10 аппаратов по добыче криптовалют. В поселке Бзыб Кагарского района на территории дробильного завода обнаружено 24 аппарата, принадлежащих Тарбо Аслану. Также в поселке Бзыб по улице Героев 15-16 марта обнаружен 21 аппарат. Ферма принадлежит Иналы по Адугуру Львовичу. В городе Пицунда по улице Агарба в подвальном помещении у гражданина Узбекистана Ахмедова Тахира Арифуглы обнаружено 9 аппаратов. МВД осуществляет ежедневный мониторинг деятельности объектов по добыче криптовалют, а также контроль за объектами, которые ранее были отключены от сети. На текущий период времени повторно подключенных аппаратов не обнаружено. В Москве прошли консультации министра иностранных дел Абхазии Иналы Ардзенба с представителями МИД России и депутатами Госдумы по вопросу вступления в силу соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, сообщает медиа-центр МИД Абхазии. В ближайшее время ожидается ратификация соглашения Госдумы. Абхазия ратифицировала соглашение 30 декабря прошлого года. После вступления в силу соглашения президентом Российской Федерации будут установлены условия приемов гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке для граждан Республики Абхазия, а также порядок подачи заявлений, перечень предоставляемых документов, порядок рассмотрения заявлений. К другим темам. Ушел из жизни кавалер ордена Леона Роман Тортия. Во время Отечественной войны народа Абхазии он был тяжело ранен, вследствие чего стал инвалидом первой группы. Роман Тортия останется в памяти друзей и однополчан как скромный, порядочный и отзывчивый человек, истинный патриот своей родины. Вспоминаю начало войны, вот период формирования нашего кварчерского полка. В один прекрасный день в штаб пришла группа ребят, что было очень удивительно, значит они пришли с троем, такая вот подготовленная, хорошая группа ребят. Изъявили желание вступить в состав полка и выполнять все задачи, которые стоят перед нами. Я особо обратил внимание на одного молодого человека, значит исключительной физической подготовки, вот видно было, что он спортсмен сам по себе. Это был Рома Тортия. Когда мы познакомились поближе, я был поражен его, значит высокой культурой. Это был очень воспитанный молодой человек. Знаете, у него патриотизм был в душе, патриотизм был в глазах. Он был готов к выполнению любой задачи. Вот ихняя группа, кстати, это была великолепная группа ребят. Они выполняли много наших задач, задач нашего полка и на Беслахубском направлении, и на Меркульском направлении. По всей линии Восточного фронта принимали участие, выполняли любые стоящие перед ними задачи. Рому всегда отличала высокая дисциплинированность, высокая культура. Высокая культура, вот даже в тех непростых условиях, этот человек демонстрировал высокую культуру, уважение к старшим, уважение к своим товарищам. К сожалению, в одной из операций он был тяжело ранен. Вот после этого перенес тяжелую операцию, и потом тяжелая болезнь всю дорогу мучила его. К сожалению, мы потеряли великолепного друга, великолепного бойца, весь личный состав нашего полка, всех, кто остались живы, кто знали его, глубоко сожалеют, сочувствуют и родным, и близким. Потеря таких ребят, таких друзей, это большая для нас, для всех потеря. Три дня сотрудники МЧС отрабатывали действия по ликвидации последствий схода лавины и проведения поисково-спасательных работ в горной местности. Учения проводились на территории Ритинского парка. Были задействованы 50 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. О том, как прошли учения, в материале пресс-службы ведомства. Первые после пандемии тактико-специальные учения подразделения МЧС проводились на берегу озера Ритца в условиях, максимально приближенных к реальным. По легенде учений, на северо-восточном берегу озера Ритца произошел сход снежной лавины, в результате которого автомобиль с пассажирами сошел с проезжей части дороги и упал в озеро. Прибывшие на место происшествия на аварийно-спасательном катере водолазы Государственной инспекции по маломерным судам извлекли пострадавшего из-под воды на борт аварийно-спасательного катера. Затем его переложили в спецавтомобиль медицинского управления и госпитализировали в ближайшую больницу. Тем временем сотрудники поисково-спасательного отряда протянули веревочную переправу у стрелей и совместно с сотрудниками аварийно-спасательного катера спустили пострадавшего с верхней части скалы, переложили его в аварийно-спасательный автомобиль, оказали первую доврачебную помощь. Пострадавшего передали медикам МЧС для дальнейшей доставки в ближайшую больницу. В связи с появлением информации о том, что в районе схода снежной лавины есть еще один пострадавший, на поиски высылаются отделения кинологов, лыжников и спасателей на снегоходе. Отыскав пострадавшего, спасатели оказали ему первую доврачебную помощь и на снегоходе доставили к сотрудникам медицинского управления. Для расчистки участка дороги, заблокированного сходом лавины, принято решение предварительно разрыхлить участок методом подрыва. Рассчитав необходимые параметры и с учетом всех рисков, пиротехники осуществили подрыв завала и освободили от него дорогу. На общем построении личного состава министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Лев Квициния оценил предварительные итоги учений как положительные. Несмотря на сложные погодные условия, подразделения в целом справились с поставленными задачами. О важности межведомственного взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций говорил присутствовавший на учениях министр здравоохранения Эдуард Будба. Мы смотрим как работает управление по министерскому управлению, министерство по чрезвычайным ситуациям, как отработали спасатели. Все было слажено, отработано. Да, большие профессионалы, наши коллеги из МЧС, которые работают, столь сложные погодные условия, как вы видите идет снег. Здесь было сложно работать и водолазами, и кинологической службой, оперотехникой и так далее. Но я думаю, что сегодняшние учения, они дадут нам возможность исправить недоработки. В нашей службе это очень важно. Настолько мы будем часто проводить эти учения. Оно в реальной жизни даст определенный импульс, определенный опыт. Несмотря на сложные погодные условия, на мой взгляд, учения прошли положительно. Пока рано давать окончательную оценку. Подобные учения являются плановыми и входят в ежегодные реестры необходимых мероприятий спасательного ведомства страны. Полученные во время учений навыки пригодились сотрудникам МЧС очень скоро. Несколько лавин сошли в ночь на 20 февраля на территории Рицинского парка. Одна из них в районе Голубого озера. Снежное масло накрыло автомобильный тоннель рядом с озером, но не перерезало автодорогу. Однако другие лавины в нескольких местах блокировали автотрассу, ведущую выше к озеру Рицца. На данный момент движение к озеру полностью приостановлено. Сотрудники МЧС и Рицинского парка проводят работы по разлокированию автодороги, а также оказывают помощь в восстановлении поврежденного лавиной кабеля одной из сотовых компаний. По подозрению в краже задержаны граждане республики Анрик Пачулия и Рафика Ганян. Также выявлены факты незаконного хранения сильнодействующего наркотического вещества в крупном размере в Гагарском и Ачимчирском районах. Все подробности в оперативной сводке МВД. Сильнодействующее наркотическое средство «Мефедрон» в крупном размере обнаружено у жителей столицы Аршба Адгура Джамбуловича 2000 года рождения, который был задержан в результате реализации оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагарскому району совместно с сотрудниками линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии в поселке Цандрипш Гагарского района на стоянке маршрутных такси. В ходе личного досмотра вышеназванного гражданиной было обнаружено наркотическое средство. По данному факту в отношении гражданина Аршба по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия следственным отделом УВД по Гагарскому району возбуждено уголовное дело. Судом Гагарского района в отношении гражданина Аршба избрана мера пресечения – домашний арест. Наркотическое средство «Метадон» в крупном размере обнаружено и изъято у жителя Чемчирского района Волба Ираклия Валерий. Веча 1983 года рождения в ходе его личного досмотра, проведенного в служебном порядке. Принадлежность изъятого вещества к наркотическому определена в результате исследований в экспертно-криминалитическом центре МВД Республики Абхазия. В отношении Ираклия Волба следственная группа отдела внутренних дел по Чемчирскому району по части 2 ст. 223 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело. Оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска. Ачемчирским райсудом не удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ираклий Волба помещен под домашний арест сроком на два месяца. В производстве следственного отдела УВД по городу Сухум находится уголовное дело по подозрению Пачули Анрика Лоренцевича и Аганян Рафика Карловича в совершении двух эпизодов тайного хищения из жилища. В дежурную часть УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение о факте тайного хищения имущества из жилища по улице Студенческая, микрорайон Виэм. В выездом оперативно-следственной группы на место происшествия было установлено, что неустановленные лица, находясь на улице Студенческая, путем свободного доступа проникли в жилища, откуда совершили тайное хищение чужого имущества, двух женских кошельков, в которых находились денежные средства в размере 108 тысяч рублей и банковская карта. В ходе личного досмотра у Аганян, называемого в преступной иерархии как смотрящим, в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум, были обнаружены изъяты два кошелька с денежными средствами в размере 15 тысяч рублей и банковская карта. В ходе личного досмотра по чуле были обнаружены изъяты два комплекта женских сережек. В ходе предварительного следствия было установлено, что данные лица в тот же период времени, находясь по улице Кортуа, микрорайон Виэм, незаконно проникли в жилище, откуда тайно похитили ювелирные изделия, два комплекта женских сережек из металла желтого цвета, стоимостью 35 тысяч рублей, шесть банковских карт и денежную сумму в размере 18 тысяч рублей, после чего с похищенным скрылись с места преступления в неизвестном направлении. В отношении подозреваемого по чуле избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемого Аганян Сухумский городской суд 17 февраля отказал в удовлетворении ходатайства следственного отдела столичного УВД заключение последнего под стражу и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается. В городе Сухум в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД задержан Джумути Даур Раулевич, 1976 года рождения. У последнего в результате личного досмотра обнаружен и изъят пистолет системы Макарова с восьмю патронами калибра 9 мм к нему, а также снаряженный магазин с восьмю патронами калибра 9 мм. Согласно справке экспертов, ЭКЦ МВД Республики Абхазия, представленный на исследование пистолет является переделан, и захолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. Органам предварительного расследования столичного УВД в отношении вышеназванного гражданина по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения подписка о невыезде. Как уберечь ребенка от опасных игр? Аппарат, уполномоченного по правам ребенка, презентовал памятку для родителей и педагогов. Презентация материала прошла в первой столичной школе с участием учителей из всех районов республики. Данная памятка была разработана при одобрении Министерства просвещения, а также при содействии психолога Ассоциации женщин Абхазии. Тираж 800 штук. Подробности в репортаже Старей Кварцхелия. Синий кит, море китов, тихий дом. Все это онлайн игры, доводящие подростков до суицида. Игра начинается, когда ребенок добровольно вступает в некое интернет-сообщество. Что важно знать, чтобы уберечь детей от участия в смертельной опасной игре, подробно расписано в памятке для родителей и педагогов, презентованной аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Абхазии. Я, как уполномоченная по правам ребенка в республике Абхазии, не могла остаться в стороне, когда речь пошла о том, что наши дети, дети, которые живут в Абхазии, учатся в школе и не только становятся жертвами таких опасных преступников, которые привлекают их в опасные социальные игры, так называемые игры на смерть. Хотя сложно об этом говорить, но это правда, это наша реальность. Как можно понять, что ребенка увлекли в опасные игры? В первую очередь это посты в группах в соцсетях, сопровождающиеся странными картинками с китами, плывущими в океане. С хэштегами «Синий кит, разбуди меня в 4.20, я в игре». Итог игры – выполнение задания координатора. Такие игры ориентированы на неокрепшую психику, поэтому все чаще в них попадаются подростки и дети. Как правило, данная игра длится 50 дней и состоит из 50 уровней, в течение которых ребенок, который является жертвой «Синего кита», получает определенные задания от администратора, или же их по-другому называют куратора, данных опасных ресурсов. Сразу должна отметить, что вычислить местонахождение и персональные данные кураторов или же администраторов данных опасных ресурсов фактически невозможно, потому что они намеренно скрывают свои персональные данные. Памятка разработана с уклоном на старшее поколение педагогов и родителей. Специалисты советуют внимательнее относиться к своим детям, постоянно поддерживать с ними эмоциональный контакт. В рамках данного пособия указаны все признаки, по которым это можно понять и определить. Очень часто бывает, что старшее поколение не уделяет столь важного внимания всем эмоциональным переживаниям, негативным эмоциям, которые в настоящее время переживает или может переживать ребенок в будущем. И поэтому для того, чтобы ребенок не искал помощи у какого-то невидимого человека, с которым он никогда не встретится, мы хотим донести главную мысль в данной памятке о том, что родители должны действительно уделять достаточное время и внимание своему ребенку. Здесь вот не просто так первое слово именно родители, а потом уже педагоги. Потому что эти несчастные случаи, к сожалению, обычно происходят во внеурочное время, то есть после уроков это в вечернее время. Складывается ситуация, что мы иногда, ну знаете, как бы не заглядываем в душу наших детей. Но поел, попил, жив, здоров и слава Богу, как говорится. Но здесь это же очень такие затронутые тонкие грани. Презентация памятки прошла в первой столичной школе при участии учителей из всех районов Абхазии. Когда мы говорим о онлайн-играх, да, ссылки приходят детям и так далее, возможно ли это заблокировать вообще? Вот как-то программы есть ли какие-то, чтобы... Я понимаю, что все это охватить и блокировать, это невозможно, это нереально. Невозможно. Это не... да, это не... да, это очень сложно практически, потому что это настолько глобально. Если ребенок зашел на какой-то ресурс, который является не только, вот допустим, он зашел на ресурс в мессенджере или в социальной сети, который направлен именно с опасными онлайн-ресурсами, это может быть другой какой-то ресурс, который может навредить его неокрепшей психике. Вот, и то есть родитель может получать какое-то оповещение об этом и дистанционно блокировать посещение своего ребенка от данных ресурсов. Блокировать опасные ресурсы можно, но при этом, чтобы это не превратилось в тотальный контроль, что родители читают там личные переписки ребенка, это может привести уже к другому конфликту между родителями и ребенком, поэтому это тонкая грань, которую все-таки стоит сохранить и не переступать, потому что ни в ту, ни в эту сторону все-таки перегибать не стоит. Чтобы не допустить вовлечения несовершеннолетних в опасные онлайн-игры, Генеральная прокуратура поручила компетентным службам осуществлять необходимый спектр мероприятий для блокировки интернет-ресурсов подобной направленности. Новости культуры. В эти дни в Сочи проходит 16-й международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. В нем приняли участие абхазские музыканты Лука Гаделия, Кристина Эшба и Барас Кужба. Эсма Голанзе расскажет подробности. Международный фестиваль искусств в Сочи – ежегодное событие, на которое съезжаются именитые деятели культуры и искусства. Маэстро Юрия Башмет объединяет лучшие концерты академической джазовой музыки, театральные и балетные постановки, образовательные и просветительские проекты и многое другое. В этом году в фестивале принимают участие абхазские музыканты. Органист Лука Гаделия и оперная дева Кристина Эшба. Из абхазских музыкантов приглашение выступить в качестве исполнителей в рамках Башметовского фестиваля получили мы с Кристиной. И нам это, конечно, очень приятно, потому что это, конечно, значимое мероприятие не только в культурной жизни Сочи, но и вообще значимое мероприятие по российским меркам, по российским стандартам. Было два концерта. Один концерт был в Мор-Порту, там очень красивый зал под чайкой, так называемый. И второй концерт был в зале органной и камерной музыки. Программа концерта включает известные композиции музыкальных классиков с участием звездных солистов и коллективов. В составе камерного хора Московской консерватории в фестивале принял участие абхазский пианист и дирижер Барас Кучба. Мы выступали недавно с Эльдаром Абдразаковым, с очень известным по всему миру басом. Также было выступление с самим Юрием Башметом. Мы исполняли произведения советского композитора Е. Кончели, с Тикс. На концерте также присутствовали, можно назвать, делегации из Абхазии, Нукзар Логуа и Натарих Ричанба. Вот сегодня будет отчетный концерт этого департамента. Вот так вот все проходит. Очень хорошие впечатления в целом. Организация, конечно, на уровне. Нужно брать пример, учиться этому, так как такие фестивали, я думаю, что и можно проводить в Абхазии, есть потенциал. За 16 лет своего существования фестиваль стал синонимом разнообразия творческих программ, артистического таланта и высокого уровня организации. В этом году мероприятие получило особенную личностную окраску, ведь в январе директору фестиваля Юрию Башмету исполнилось 70 лет. Организация фестиваля, конечно, была на высоком уровне, и нас очень тепло принимали. Я хочу поблагодарить организаторов фестиваля, и в частности, координатора органных проектов Евгению Кривицку. Это профессор Московской консерватории, органистка, музыковед. Очень приятно, что на наш концерт в органном зале, в органном марафоне, когда мы участвовали, очень приятно, что посетила наш концерт художественный руководитель нашей абхазской госфилармонии Эсмаджени, и директор органного зала Питсунского храма Гунда Агарба. Конечно, всегда приятно видеть наших соотечественников в концертах. Международный фестиваль искусств в Сочи продлится до 27 февраля. Эсма Гуландзе, Абхазское телевидение. Конкурс «Пленер» «Самшитовая роща» начал свою работу в Питсунде. Проект организован Международным союзом педагогов-художников. В нем приняли участие 270 педагогов изобразительного искусства и их ученики из Абхазии и разных регионов Российской Федерации. На открытии «Пленера» побывали наши корреспонденты. Репортаж Симы Аргон. Очень часто Абхазию сравнивают с Италией. Особенно тонко это чувствуют творческие люди. Так получилось и в этот раз. Природа и местный колорит параллелей множество. Но не образные, а географические. Почти итальянский «Пленер» с говорящим названием «Самшитовая роща» начал свою работу в Питсунде. Цель нашего «Пленера» всегда одна. Чтобы помочь и детям, и педагогам немножечко вырасти, немножечко стать лучше и в профессиональной своей сфере, и в том числе и в вопросах коммуникации друг с другом. Юные художники, они очень интроверты такие немножечко дети. Но когда они общаются, когда они обмениваются опытом, когда они смотрят, как работают дети из других школ, из других регионов, они моментально, вы не представляете, насколько они вырастают прямо здесь. Вот за эти несколько дней дети абсолютно изменятся и будут делать совершенно другие работы. Первый день. Запланировано лишь открытие «Пленера». Но юные художники не теряют времени зря. И многие из них уже успели запечатлеть природу Абхазии. Когда пересекли границу России-Абхазии, там прям сразу заметно, что природа уже в целом, как ощущение от страны другое, вот отличается. Прям очень мне понравилось. И ты это сразу постарался перенести на плаву, на холст. Покажи нам все. Это вот мы, как они, мимозы и как они... Вот такой мимозы я никогда не видела. Интересно. И вот. Это акварель? Да. Проект организован Международным союзом педагогов-художников. В нем приняли участие 270 педагогов изобразительного искусства и их ученики из разных регионов России и нашей республики. А проводить для них мастер-классы будут абхазские художники. Новые горизонты, друзья, знакомство с местным колоритом, историческими и национальными особенностями, культурой и природными красотами, вдохновение для творчества и свежих идей. Я уже здесь бывала. И теперь вот повезло с детьми все-таки приехать с учениками. Хотим познакомиться с многими детьми и взрослыми художниками. Конечно, поинтересоваться творчеством ваших художников, потому что будут мастер-классы. И надеемся, что это все нам оставит самые прекрасные впечатления. Творческое развитие невозможно без обмена опытом в области изобразительного искусства, считает и основательница художественных студий «Артспейс» Салима Герзмава. У юной и талантливой художницы уже почти сотня учеников. Многие из них изъявили желание принять участие в этом пленере. Мы являемся одним из членов Союза художников. Мы приглашены как гости. «Артпленер» пройдет с 19 по 25 число. Здесь будут участвовать наши ученики. Они будут участвовать совместно с учениками из России. Они поделятся своим опытом, получат много знаний. Мы надеемся, что им это понравится. И здесь, в Абхазии, мы тоже будем проводить подобные мероприятия. Как правило, художники трудятся над картиной месяцами, а то и годами. Но жанр пленера предполагает быструю работу. Пейзажи Абхазии – уникальная возможность перенести эти красоты на холст и получить эстетическое удовольствие. Да, появляется особый колорит в работах, нотки, состояние. Потому что у вас такая республика солнечная. Думаю, дождь пройдет, закончится, и будет очень много солнца в наших творческих работах. Участники пленера – заслуженные художники Абхазии и России. Основная цель – обмен опытом. Планировалось, что большая часть мастер-классов будет проходить на природе. Погода немного подвела, но художники не отчаиваются. Мы будем стараться проводить пленер под крышами, либо, допустим, в открытых галереях, или вот здесь, в галерее даже пансионата, сидя здесь и глядя в огромные окна, можно увидеть много интересного. В этом и есть задача главного художника – увидеть интересное там, где обычному человеку кажется, что это просто обыденная какая-то картинка. В рамках данного пленера будут проходить два конкурса – пейзажные живописи и графики. Один в Новом Афоне, другой в Рицинском национальном заповеднике. Лучшие работы будут выставлены в Москве, а затем выставка станет передвижной и объедет регионы России. Художник, создатель авторских кукол Асида Ахуба, стала лауреатом международной экологической премии «Экомир-22». Асида Ахуба удостойна премии за проект «Смотрисердцем» в номинации «Ландшафтно-парковый дизайн», «Современные архитектурные решения» и «Пейзажная живопись». Представительство Россотрудничества в Абхазии Сиди Ахуба торжественно вручили диплом и медаль лауреата. Международная экологическая премия «Экомир» является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие в 21 веке. Я очень рад о том, что смогу вам передать, насколько я понимаю, тот диплом, который вы заслужили, но который остался в Москве, и вы не смогли туда доехать. Поэтому, когда мне Дор Вадимович позвонил и сказал, что есть такая возможность, то, конечно же, я был очень рад, что, по крайней мере, те награды, которые вы удостоились в России, они даже здесь в Абхазии вас находят. Поэтому вот этот вот диплом... Спасибо большое. И вот эта медаль. Спасибо. К этому диплому. И если я правильно понимаю, то это за проект «Смотри сердце», да? Да, на самом деле это так было неожиданно, и я очень рада, что я этот диплом получаю именно у себя здесь, в Абхазии, с ваших рук, и все родные и близкие рядом. Поэтому спасибо вам. И, конечно, в первую очередь Российской Академии естественных наук. Для меня это было удивительно, потому что в такой необычной номинации «Дизайн» выиграла работа. Я, конечно, благодарна им за то, что они отметили, увидели. И вообще благодарна каждому человеку, который принимал участие вот так поэтапно в развитии вот этой работы. К спортивным новостям. В селе Тамыш от Тимчирского района завершился ежегодный международный шахматный турнир Абхазии «Тамыш Village 2023», посвященный 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. В нем приняли участие более 150 шахматистов из Абхазии и России. Так проходил турнир «ЭК» и кто стал его победителем в репортаже о Адите Сагаре. Вот уже второй год подряд в рамках международного шахматного фестиваля «Абхазия Open» в селе Тамыш от Тимчирского района проводится шахматный турнир «Абхазия-Тамыш Village 2023». На турнир приехали 60 спортсменов из России. Среди них три гроссмейстера, международные мастера из Москвы, Татарстана, Чечни, Краснодарского края. Турнир был поделен на три тура. В главном турнире участвовали 60 шахматистов из всех районов Абхазии и разных городов России. Всего в соревновании приняли участие более 150 спортсменов. Всех участников турнира поприветствовал и пожелал им успехов председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарас Хагба. Очень радостно наблюдать за тем, что численность участников растет ежегодно. Тот факт, что принимают участие в данном мероприятии, международники, гроссмейстеры, говорит о статусе данного турнира. И, конечно же, от лица Государственного комитета со своей стороны мы будем стараться поддерживать это направление. А в будущем еще хотим все больше и больше развиваться. Бескомпромиссной борьбы и красивой игры пожелал участникам фестиваля президент Шахматной Федерации Южного округа России Николай Ширшиков. Я хочу поблагодарить всех участников турнира, которые прибыли на территорию гостеприимной Абхазии, Тамыш. И хочу поблагодарить организаторов такого турнира, при проведении такого турнира, хорошо организованного. Чемпионат проходил на уровне российских турниров. По замыслу организаторов турнир планируется проводить ежегодно. Надеемся, что в следующие годы еще больше к нам будут приезжать и наши дети будут учиться и принимать опыт у сильных кроссвейсеров. Прекрасные условия. Зимний период нам создает Тамыш Биллэч кемпинг. И никакой жалобы, все довольны, все прекрасно. Турнир проводился по правилам Фидеш в швейцарской системе в 7,9 туров по 10 минут плюс 5 секунд на каждый ход, начиная с первого. Первая партия российского шахматиста, гроссмейстера Павла Смирнова прошла легко и быстро. Пока успешно. 4 из 4. Еще впереди 5 туров, еще практически больше, чем полтурнира впереди. Но старт успешный. Партии были напряженными. Но удалось победить. Тоже где-то соперники уже почти неплохие. Со второго тура. Ну, рассчитываю, да, тут успешно сыграть. По словам главного судьи турнира Утара Хурхумал, соревнования проходили в соответствии с правилами проведения турнира. Все турниры проходят в спокойной обстановке. Прекрасные условия созданы для участников. Есть свет, тепло, прекрасный инвентарь. Международный шахматный фестиваль Абхазия «Тамыш Вилаш-2023» проводился при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту совместно с Федерацией шахмат Абхазии. Инициативу проведения данного турнира в селе Тамыш поддержало руководство «Тамыш Вилаш». События зимой в Абхазии – это всегда события, которые радуют, которые позволяют скрасить эти зимние суровые погоды абхазские. Поэтому мы стараемся, конечно, сделать все условия, организовать, чтобы участникам, приехавшим из России, издалека было комфортно разместиться и провести, принять участие в турнире, провести этот турнир, чтобы каждый уехал отсюда с хорошими впечатлениями. По итогам трехдневных соревнований победителем турнира стал гроссмейстер из Кисловодска Павел Смирнов. Среди шахматистов с национальным рейтингом первое место занял Тимур Шанава из Ачемчиры. Среди ветеранов сильнейшим признан Сергей Миносян. Среди женщин Мария Афанасьева из Славянска на Кубани. Среди девушек до 16 лет первое место заняла Сарида Лаквитава. Среди юношей до 16 лет Максим Фролов из Москвы. Организаторы турнира при поддержке Банка Абхазии учредили призы памяти героя в Абхазии. Выходцы в села Тамыш. Приз памяти героя Абхазии Аслана Зонтаря банкноту номиналом 500 Абсар вручили международному гроссмейстеру Павлу Смирнову. Приз памяти героя Абхазии Степана Зонтаря был удостоен президент Федерации шахмат Южного округа Николай Ширшиков. Приз памяти героя Абхазии Даура Зонтаря вручили вице-президенту Федерации шахмат Чечни Руслану Яндарбьеву. Хочу поприветствовать всех участников и гостей турнира и поблагодарить за столь приятный подарок организаторов турнира. Действительно, история Абхазии полна драматизма. И я желаю расцвета Абхазии, чтобы жизнь становилась все лучше и лучше. Приз памяти героя Абхазии Зазы Зонтаря вручили Майи Порожняк российской шахматистке, чемпионке Краснодарского края, известному в России блогеру и шахматному онлайн-стримеру. Надится Сагаря, Константин Паруло, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 21 февраля на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 4, днем 2,7 градусов. Температура морской воды плюс 9 градусов тепла. На этом информационный выпуск Камшик Шара подошел к концу. Всего хорошего. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...